Доброе утро! Что будете играть? Кого ждете в гости? Мы будем исполнять музыку канадской и американской группы «The Comet is Coming». Ты помнишь, как раз это мой английский дизайн? Да. И «Bad, bad, not good». Круто. Произнешение, как у меня, прекрасно. А скажи, пожалуйста, какие стили? Что это? Электронщина, фанк, жас? Это электронная музыка. Она довольно активная. Ну, такая танцевальная. И, ну, танцевальная не в прямом понимании, типа, кавер, да? Кавер поп-музыки. Она довольно андеграундная. То есть вы будете играть не так, как было у этих групп, а немножечко ее, скажем так, трансформируете, да? Или... Нет, нет, нет. Мы будем, мы стараемся передать ту атмосферу и ту музыку, именно, которую играют эти команды. И вот вы были когда-нибудь в андеграундных каких-то клубах? Один раз, но я был в состоянии в таком, что я уже ничего не помню. Вот. Я очень устал. В таком состоянии прибывают все. В таком состоянии и будут прибывать все, когда мы будем играть эту музыку. Она в основном сыграна и сделана на синтезаторах. То есть там 3-4 синтезатора, которыми управлять будет Эдуард Бургард и Владимир Галкин. Ну, играть на них. А весь саунд-дизайн, то есть все звуки, которые были созданы на этих синтезаторах, были созданы Дмитрием Макаренко, нашим барабанщиком, потому что он просто гений электроники, хотя на самом деле он скрипач. Неожиданно. И студийный звукорежиссер. И еще барабанщик. А Эдуард Бургард, баянист по образованию и гитарист. Владимир Галкин тоже гитарист. И Макамол, к тому же. Очень интересная команда. Олег, правда, что формат будет вообще невероятный и удобный для тех, кто любит потанцевать? Да, потому что мы на самом деле никогда подобной музыки не делали. И нам было очень интересно, потому что музыка этих команд очень понравилась. И мы решили познакомить зрителей с ней, потому что ее нигде не услышишь. Потому что уже пора. Да, уже пора. И ты нигде, на самом деле, если ты не знаешь этих групп, ты их никогда, просто случайно в списке не найдешь. Ну и по радио, наверное, тоже нету, да? По радио, ну, конечно, в России точно. По радио не крутят их. Олег, мы вот с Никитой слышали, что специально для этого концерта прямо переоборудуют зал-трансформер. Или что-то... Да, да, да. Ну, это громко сказано, переоборудуют. Трансформируют. Трансформируют зал-трансформер. Ну, мы убрали все станки со стульями, которые обычно стоят, то есть в зале, чтобы освободить площадь... Для танца. ...для движения людей, да. Но все-таки в резерве обязательно будут места, где можно будет посидеть. Ну, если человек устал или ему не очень хочется двигаться. Поэтому, как бы, мы практически все предусмотрели. Ну, концерт длится час, да? Как мы выяснили, поэтому за час... Не так сложно, да, танцевать целый час. Мне кажется, даже очень привычно. Музыку, песни, треки подбирали то, что вам нравится, исходя из своего вкуса, или что-то из чатов, из верхушек топ-парад? Нет, 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 мы переслушали, ну, почти все альбомы этих команд и выбрали те композиции, которые нам больше всего... Ну, то есть на свой вкус и показалось, что будет для... Зайдет в публику, скажем так, лучше всего. Олег, какими ты видишь гостей концерта? Кого приглашаете? Ну, это же наверняка не семейный формат. Ну, нет, подожди, там же можно по пушкинской карте прийти. Можно прийти по пушкинской карте, конечно. То есть молодежь. То есть, ну, в основном, да, молодежь. Но почему мы решили еще сделать танцевальный такой проект? Потому что в течение долгого времени мои друзья и знакомые, которые ходят на наши концерты, они говорят, так хочется иногда подвигаться, но как-то неудобно, потому что все сидят вот так. Все культурные, потому что. Да нет, дело не в культурные, но просто... В стулья сковывают движения. Да, в стулья сковывают движения, да. А пританцовывать вот так, это крайне неудобно, наверное. Ну, дайте сцену. Ну, если только волнообразно, в унисон со всеми вместе. Олег, приглашай, пожалуйста, на концерты. Два дня они будут идти, сегодня и завтра, насколько мы знаем. Да. Давай напомним, где, да, и во сколько. Концерты будут проходить в концертно-директоральном центре Югра Классик, в зале «Трансформер» в 19.00. 25 и 26 мая. Олег, спасибо, мы удивлены видеть, конечно, тебя без саксофона, но всегда рады, всегда рады в нашей программе. Друзья, вам же говорим, успевайте, билетов осталось буквально считанное количество, поэтому надо, у вас есть минутки две, наверное, а не больше, чтобы купить. Мы с Никитой уже два заправили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.